у нас сегодня очередной небольшой бесчеловечный экспериментик вот на этот раз экспериментик из серии выучите плюс-плюс за 24 часа у нас сегодня по логике изображения если в прошлый раз у нас были текстовые процессоры работа с размещенными текстами то в этот раз по логике изображения должен быть разговор про обработку плотких плоских текстов ну и в первую очередь плоских структурированных текст то есть когда у нас есть текст которым есть какая-то закономерность с этим работать вот проблема стоит в том что на этот счет можно сделать ну так порядка пяти шести очень продуктивных и интересных лекций а вот а мы попытаемся упихнуть но если не все пять то по крайней мере изрядную часть в одну вас почему так потому что иначе нам придется потратить ну там изрядную часть нашего семестра этого как раз на изучение этой задачи обработки структурированных текстов в свою очередь почему так да с чего вдруг обработка текстов в приобретает такое первостепенное значение и внезапно становится интересной темой которую можно изучать 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 некоторые вроде меня изучают вину тому виной тому скорее всего тот факт что юник система за линук система происходит и как бы так и наследуется вот такой старый и очень проверенной идеологии которая называлась яйца соответственно семейство операционных систем очень большого которые назывались и у них до сих пор существует вот в которых один из главных принципов что если информация может быть представлены в текстовом виде то лучше представлять текстовом виде вот потому что потом это вам читать и сообразно этому выясняется что в линук системе очень 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 много мест где информация текстовая ну например наш командная строка который мы пользуемся этого по сути обмен текстами мало того что сам диалог происходит с компьютером таким образом что вы отдаете текстовую команду получается текст результат или тексту диагностику представление об объектах вашей системы например о файлах формируется в терминах текстовой строки да место где лежит файл просто определяется путем для него и вообще говоря даже сами команды которые вы вводите не только их вот вывод сами команды тоже текст и поэтому например можно подумать о том как генерировать последовательность команд то есть не просто самому их набирать да обработать некий текст на основании которого сгенерирует послед may蛋 которые выполнятся и что-то сделать то есть совершенно необязательно вам про просто вот один файл перекладывать в другой да можно сами сам поток команд тоже воспринимать как текст вот ну естественно поток файлов воспринимать как текст это как раз сплошь рядом такая штука вот то есть первое где может понадобиться обработка текстов это непосредственно в командной строке вот причем как обработка ну скажем объектов которые мы видим на первых файлов вот такой какой типичный пример ничего нет а вот пожалуйста значит вот у нас утилита греб которая ищет под строку в строке выдал нам строки только которые только те строки которые содержат двойное о вот такая очень очень примитивная обработка текстов утилитик греб мы еще вернемся на следующий момент вот но этого но это но это еще далеко не все значит помимо самой командной строки в текстом виде хранятся например конфигурационные файлы большинства системных служб которые лежат в каталоге etc вот вот все что здесь лежит боюсь соврать но кажется вообще все имеет текстовый формат если она является файлом и не каталог ну это каталог сейчас давайте тогда так сделаем ну вот 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 этой командой внезапно я не заглядываю под каталоги потому что он был бы слишком много внезапно я поискал все файлы которые являются файлами а не каталог вот вот можно взять и сказать теперь вот так вот а вот этой командой я буду фактически перешлю в программе лес который просматривает файлы перешлю весь этот список вот вот вам пожалуйста это вообще правда этот файл состоит в основном из комментариев но тем не менее как видите если раскомментировать убрать решеточку то будет вполне себе вполне себе текстовые настройки вот еще один текстовый файл умеет совершенно другой формат нет конфиг и тем не менее он текстовый вот еще один файл умеет опять другой ком формат это интерцент настройка настройка редактор командной строки и опять текстовый и так дальше и так дальше весь системный профиль вот это например список системных групп весь а это список пользователей с их домашними каталогами и полными именами вот все файлы которые мы видим в каталоге и т.ц. являются структурированные текстами потому что это конфигурационные файлы каких-нибудь служб вот или самой операционной системы это вообще похоже на html какой-то xml это да 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 xml там тоже будет вот значит ну и так дальше можно можно эту эту поиску о я нашел я нашел не текстовый файл один это это кэш вообще не является конфигурационным что он тут делать непонятно ну и так дальше так дальше эту поиску про старушку можно дальше продолжать но в общем теперь в общем примерно понятно да значит зачем там делать ну понятно зачем так делается изначально если это конфигурационный файл предположительно системный администратор будет его туда запускать свои грязные ручонки чего там такое настраивать вот разумеется Запускать грязные ручонки гораздо проще, взяв обычный текстовый редактор, отредактировав обычный текстовый файл и сказав «система работает дальше, теперь ты обновленный». Нежели чем брать какой-то специальный инструмент, специальный, непонятный, для влазения в какие-то бинарные конфидии. В общем, страшные вещи. Больше того, не только профиль системы является текстовым файлом, но и настроечные файлы всех пользовательских приложений, опять-таки почти всех, но большинства, они тоже текстовые. Они лежат у пользователя в домашнем каталоге. Вот все, что начинается на точку, если оно не является каталогом, я уверен, что это текстовый файл. Давайте поступим так же, как мы здесь сделали, только не в ETC. А вот так вот сделаем. И скажем, минус name, точка, звездочка. Все начинающееся на точку. Пожалуйста, текстовый файл. Текстовый файл. Вообще это сценарий на шейле. Текстовый файл. Еще какой-то страшный текстовый файл. Еще... Ой. А, это история какая-то. Это тоже текстовый файл, просто наш лес решил, что в нем есть какие-то специальные символы, поэтому он не хочет... Давайте скажем, лес минус A, чтобы он нас не обманывал. Вот. Все равно не хочет. Ну ладно. Текстовый файл. Текстовый файл. Короче говоря, пользовательские настройки, а уж в каталоге .config, там все вообще вот, да, пользовательские настройки тоже являются текстовым файлом. Ну вот, ради прикола, повторим эту команду еще и про. Вот эту уберем, значит. А вот здесь вот, скажем, .config. Вот. Как видите, они не просто текстовые. Эти файлы структурированы. У них разный может быть формат. Вот, например, здесь совершенно не такой формат, как в предыдущем файле. Вот. Ну, у этих, видите, похожий формат. Но не у всех. Вот. Не у всех. Хотя вот у большинства похоже. В ETC тоже мы, вот, пожалуйста, другой формат. Да? Но тоже текстовый, тоже структурированный. Короче говоря. Да, это тоже не все. Информацию о системе, которую вы можете получить. Например, список процессов. Тоже представляется в текстовом виде. Информация системная, которая лежит в виртуальных файлах-системах вот где-нибудь вот здесь, вот или там просто. Это тоже текстовое. Допустим, вот какой-нибудь вот такой. По большей части тоже текстовое. В общем, практически весь Linux представляет, представлен в виде непосредственно настроечных файлов или вот таких вот виртуальных файлов, которые на самом деле это просто генераты, представляется в текстовом виде. И эти тексты, как правило, структурированы, и их интересно обрабатывать. Вот. То есть эта задача на самом деле очень и очень обширная. И более того, мы с вами, по всей видимости, я надеюсь на это, когда я буду приводить дальше в нашем разговоре, вот в последующих наших встречах, какие-то примеры, так или иначе будем обращаться к обработке текстов. Ну, потому что иначе получится слишком много шума. Вот у нас есть какой-то объем данных, из них я хочу выделить определенные. Для этого, как правило, я использую, ну, не знаю, утилиту Греб, чтобы их выделить, а остальные не выделить. Ну вот. Так что задача очень актуальная. Особенно, когда речь идет не о том, чтобы для выполнения какой-нибудь работы запустить одно приложение, понажимать в нем кнопочки «Получить результат» и удовлетвориться, а когда речь идет о том, что, собственно, никакого конкретного одного решения для вашей задачи не существует, вам нужно комбинировать много разных решений. И вот комбинация решений, как правило, приводит к тому, что вы переводите данные в текстовый вид, обрабатываете их разными обработчиками, так, ся, нажим, ну, и если надо, переводите данные обратно в там вид, тот, который надо. У нас может быть на следующей лекции будет разговор об обработке видео или обработке ростовых изображений. Вот там как раз ситуация именно такая. То есть у нас туда, потом обратно. Вот. Что касается текстовых редакторов, то, разумеется, первым делом, если вам захочется что-нибудь такое отредактировать, вот. ну, вот это, кстати, из следующей темы, это, 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 это диаграмма в текстовом виде представленная. Хорошо, давайте что-нибудь, что-нибудь такое более, да, господи. вот создали файл, который называется календарь.тексты. Первым делом приходит в голову что? Что мы возьмем этот файл, откроем прямо вот отсюда где-нибудь, каким-нибудь, каким-нибудь чем-нибудь. где он тут? А, вот она, ага, просто плохо видно. Вот. И он откроется каким-нибудь текстовым редактором. Ну, вот этот текстовый редактор называется коврайт. Вот, он встроен в графическую среду KDE. Обратите внимание, занимательный такой элемент, такой пейнер справа, да, вот он показывает вам, как выглядит ваш текст. Вот, длинный. А вы можете, значит, ездить. Смешная штука. Вот. Ну, текстовый редактор. Значит, напоминаю для тех, кто внезапно, возможно, запамятовал, или просто на всякий случай, чем отличается текстовый редактор от текстового процессора. Текстовый редактор работает с гладким текстом. Никаких, никакого сокрытия разметки он не делает, да. Мы видим то, что на самом деле лежит в файле. Вот. Кстати сказать, обычно к этому требованию еще дополняется требование использования моноширинного шрифта. Ну, раз уж мы видим погонный текст, вообще погонный, да, было бы неплохо, чтобы один символ, одно знакомое место всегда было фиксированного размера. Вот. Если мы вот эту вот картинку прекрасную, этот календарь, попытаемся представить пропорциональным шрифтом, то все будет очень некрасиво. Вот. Или программу. Вот. Если вы видите какую-нибудь книжку, в которой примеры на какой-нибудь программе внезапно набраны пропорциональным шрифтом, можете смело эту книжку там выбрасывать, подкладывать под стол, чтобы не качался. Ну, в общем, читать ее уже не обязательно. Вам достаточно. Вот. Ну вот. Значит, текстовый редактор. На свете этих текстовых редакторов какое-то немыслимое совершенно число. Вот. Все они как-то работают. Ну вот, например. Это тоже текстовый редактор. О. Спасибо, Леброевс. Он хотя бы понимает, что файл с расширением тексты лучше открывать моноширинным шрифтом. Вот давайте попробуем, кстати, вместо моноширинного шрифта выдать ему какой-нибудь вот такой. Разумеется, текстовый процессор может работать в режиме текстового редактора, но это его ненастоящая функция, и делать так, в общем, не надо. Вот. На самом деле их действительно много. У нас какой-нибудь надо стоит. О, надо стоит. Например, консольный текстовый редактор. Да, пожалуйста. Вот вам текстовый редактор, который запускается прямо из консоли. Простейший совершенно. Вот. Надо еще выйти из него. А, Ctrl-X. Вот. Вот. И, в принципе, на свете их очень много, я бы даже сказал, больше, чем нужно. Ну, например, каждая графическая среда собой приносит по текстовому редактору. Еще почему-то бывают какие-то примитивные текстовые редакторы, которые, типа Notepad, которые непонятно для чего нужны. Но зачем нужен Notepad, если есть еще 10 нормальных текстовых редакторов? Я не знаю. Но люди пишут, 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 пишут такое. Вот. Радостно. Значит. Иногда бывают текстовые редакторы специфичные для различных задач. Ну, например, для редактирования специального вида файлов с привязкой к ним. Типичный пример текстовый редактор для программирования с подсветкой синтакса, со всякими штуками, с, возможно, там, каким-то встроенным хелпом, который плавно перерастает в то, что называется интегрированная среда разработки, которая вообще за вас все взяла. Вот. Ошибки за вас показывают. Ладно. Я так делаю вывод, что это было не очень интересно. Давайте что-нибудь более хитрое. Значит, еще раз. Текстовых редакторов на свете прорвано. Они все умеют редактировать тексты. Возможно, в них есть, давайте все-таки, возможно, в них есть какие-то зачатки инструментов для обработки размещенных текстов. Вот. Ну, какой-нибудь поиск замены наверняка же есть. Вот. Что-нибудь на что-нибудь. И тут мы понимаем, что если мы пишем текст, то это довольно удобная штука. Вот такие вот редакторы. Пишем себе и пишем, да. Просто пишем. А вот если наша задача не просто писать текст, а что-то с ним делать, как-то его обрабатывать, то вот одного поиска с заменой, в общем, недостаточно. Ну, например, нам хочется какое-то перемещение вот по ключевым нашим словам, да. Нам хочется этот поиск замены сделать каким-то более хитрым. Давайте мы попробуем другой какой-нибудь файл придумать. Ну, не знаю. Сейчас. Что-нибудь более структурированное. Более структурированное что-нибудь придумаем. Вон там питончики. Питончики. Ну, давайте питончики, да, да. Можно и питончики. Они все маленькие. Ну, тут вот какая-то, какая-то есть фигня. Там много питончиков. Вот. Ну, вот мы открыли этим коврайт, там текст на питоне, глядите. Кстати, как выяснилось, коврайт обладает забавным свойством, забавным свойством расцвечиваться. То есть это вполне себе редактор для программиста. Он обладает забавным свойством раскрашивать текст, скажем, на питоне. Он обладает, вот, свойством, например, сворачивать не обладает. Ну, вот тут какая-то тут разметка. Слева мне непонятно, я этим пользоваться не умею. Вот. Ну, и в принципе, вполне такая штука. Но, тем не менее, смотрите. Если наша задача, например, перемещаться между определениями функции, то мы это делаем на глаз. Тыкаем мышкой и делаем. Да? Без мышки это вообще делается вот так. Если наша задача привести какой-то волшебный поиск заменой, ну, не знаю, вот такой вот штуки, да, то мы делаем это путем тыкания во всякие места. Допустим, вот так нам хочется это сделать. И тут возникает заменить все. Он будет нас спрашивать про все? Не будет, зараза. А как сделать, чтобы было? Понимаете? Надо много раз тыкать, заменить. Вот. Надо много раз тыкать, заменить. А как пропустить? А, вот тут следующее. Вот эту не будем заменять, а эту будем заменять. Понимаете, да? Вот. То есть внезапно обработка размеченных текстов даже с помощью редакторов, которые вроде бы специализированы для этого дела, да, вот в данном случае программистский редактор, становится, ну, слегка медленной работой. То есть мы внезапно оказываемся в ситуации, когда написание текстов очень удобная штука, особенно вот там, если редактор умеет поддерживать, ну, допустим, вот тот язык, с которым мы работаем, да? Тем не менее, если наша задача довольно активно преобразовывать тексты, кстати сказать, для программирования это не так уж и редко случается, вот. А, скажем, для задачи работы с какими-то системными настройками, это сплошь и рядом так, то нам недостаточно даже этого. Нам нужен какой-то инструмент, который позволял бы это делать в автоматическом или полуавтоматическом режиме в зависимости от того, собственно, что мы хотим делать, да? Ну, вот, допустим, допустим, мы открыли все тот же файл на питончике в текстном редакторе V, который, в общем, если вы не знаете, что это такое, это довольно опасная вещь, сейчас я про нее расскажу, вот, но который, например, поддерживает вот такую штуку. Как там у нас назывался этот… Ну, например, я могу одной командой перемещаться между определениями функций. Просто нажимаю одну клавишу. То самое, чего мне не хватало вот в предыдущем, там я был вынужден делать эту мышку и на глаз. А здесь я точно знаю, что я по команде, если не ошибаюсь, фигурная скобочка, перейду к следующей пустой строке. Например, так. Вот. Ну, то же самое, переход на начало и на конец. Да, вот, уже большое на начало и на конец. То есть команды перехода очень атомарные и работают гораздо быстрее и, главное, их существенно больше. Сейчас мы про это все поговорим. Но я-то хотел привести другой пример. Что-то у нас там было. Аркс, да? Ща. Во! Во! Мы внезапно хотели поменять вот это. И мы могли бы написать, мы можем написать команду поиска замены примерно такого сорта. Search на такую штуку. На вот такую штуку. Да? Вот. Здесь менять не надо. No. А здесь менять надо. А здесь не надо. А здесь надо. А здесь не надо. А здесь не надо. И здесь не надо. А здесь надо. И здесь надо. А здесь не надо. Вот. И это я еще поленился. Я мог написать регулярное выражение, и вот этот поиск замены мне бы не выдал false positives. При этом это выглядело как? Это выглядело как некоторая команда, команда из строки этого самого редактора Vim. Ну и всякие волшебные вещи, связанные все с тем же. Вот какой-нибудь, ну не знаю, какой-нибудь поддержка перемещения по открытым-закрытым скобочкам. Опять же по одной команде. Какая-нибудь там, не знаю, команда, волшебная работа с поиском замены и так дальше, и так дальше. Короче говоря, для того, чтобы, давайте все вернем назад, для того, чтобы производить много действий по обработке, интерактивной в данном случае обработке размеченного текста, нужны более интересные, более другие инструменты, чем то, к чему мы привыкли, по крайней мере, вот в десктопном варианте. Вот. Поэтому пару слов все-таки про редактор Vim, потому что это один из мощнейших интерактивных инструментов, который вообще мне известен. Я так думаю, их вообще не так много таких. Вот. Это в первую очередь текстовый редактор. Вот. Текстовый редактор. Его главная особенность, которая, собственно, останавливает большинство людей, которых она останавливает, это то, что этот текстовый редактор работает в трех различных режимах. И режим, при котором у вас при нажатии на кнопочки, ну, на буковке, эти буковки появляются на экране, не главное. То есть по умолчанию редактор Vim работает не в таком режиме. Все, кто учился на втором курсе у какого-нибудь Алексея Сальникова, все это знают. Да. Вот. Смотрите. И я вам скажу почему. Потому что если наша задача не производство текстов, а их обработка, то основные команды, которые должны быть нам доступны прямо под пальцами, это команды обработки текстов, а не команды в битее их. Вот. Поэтому в редакторе Vim три режима. Главный режим, в котором находится по умолчанию, это режим так называемый командный. Основные команды, которые есть в командном режиме, это команды перемещения по тексту. И команды перехода в другие режимы. Команда перемещения по тексту. Ну, например, мы уже с вами знаем команду фигурную скобку. Вот я нажимаю фигурную скобку, и я перехожу на каждую, на следующую пустую строчку. Даже не так, на следующий абзац. Если пустые строчки две, значит он проскакивает. Главный. Какая-нибудь команда W от слова word, это команда перемещения по словам. Команда B от слова back, вот. Это команда перемещения по словам в обратную сторону. Вот. Команда поиска, слэш, и дальше вы пишете что-то типа класс. Это команда поиска перемещения на следующий, на класс тут только один. Давайте по селфам. Какой-нибудь по селфам будем. Ну, да, селф. Вот. Команда поиска перемещения на следующее вхождение соответствующего шаблона. Вот. Чтобы сделать еще ее быстрее, если вы один раз шаблон задали, дальше вы можете просто нажимать N. Next, 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 next. А N большое будет поиск в другую сторону. N большое. Да, N большое. Next в одну сторону, next большое в другую сторону. Вот. Ну и дальше, дальше, дальше. Даже стрелочки, которые у нас тут есть, это тоже команда перемещения. Вот. И вообще стрелочки необязательны. Если у вас жизнь пошла таким образом, что вы оказались на компьютере, в котором нету стрелочек, или они не работают, вполне подойдут клавиши H, G, K и L. Причем J это вниз, потому что она вниз смотрит, K это вверх, потому что она вверх смотрит, L это вправо, потому что она с правой стороны, а H это влево. Это, конечно, не очень удобно, и мало кто этим пользуется, но оно работает на всякий случай. Вот. И таких команд перемещения в Vime очень много. Я не готов сейчас про него рассказывать очень долго, но основные вещи все-таки расскажу. Ну, например, вы можете, не знаю, поставить метку. Вот поставить куда-нибудь, вот куда курсор. Сказать ему M. Видите, вот тут появилось M. Знайк того, что мы ставим метку. И A. Все, мы поставили метку A, теперь переходим куда хотим и говорим кавычки, ну, сюда апостроф A, и бац, перешли туда, куда стояла метка. Вот мы были в начале, вот мы сказали апостроф A и перешли на метку A. Ну, всякие там команды перемещения по строчкам вы можете, сейчас отдельно расскажу. В общем, их много. Команды поиска – это команды перемещения, перемещения по словам. Есть еще более короткие команды поиска, например, вы можете просто назвать, поставить курсор на слово и нажать звездочку. Эта звездочка будет искать следующее слово. Вот у нас слова import. Вот, ищутся. Или там селфи, да, мы хотели селфи искать. Вот, пожалуйста, я нажал звездочку, теперь я ищу всякие селфи. Вот их много. А решетка в обратную сторону. Мало того, вы можете эти еще команды перемещения, скажем, домножать. Например, говорить 10 и ендер. Это будет 10 строчек вниз. Или там 5 и фигурная скобка влево. Это будет на 5 абзацов вверх. Ну и вот такого сорта. То есть вы пишете множитель и дальше пишете команду. Не знаю, тем. Вот вам, пожалуйста, мы 5 раз поискали тем. Вот. Все это были команды командного режима. И еще там есть команды командного режима, о которых я сейчас не хочу распространяться. Можно сходить по ссылочке. Простой текст про Vim есть в учебнике в нашем с Кириллом, а более сложный текст есть на сайте byte of Vim. Там прям много-много всего интересного. Вот. Всем. Всем рекомендую горячо, кто хочет Vim изучать. Итак, это был режим командный. Чтобы перейти в режим вставки, нужно перейти в режим вставки и зажать, например, NCR. Вот видите, там внизу появилось слово вставка и наконец-то мы впали в такой режим, когда мы можем, нажимая на кнопочки, что-то делать. Ой, давайте лучше не так, давайте лучше вот так. Не будем портить текст. Видите, Vim является программистским редактором. Например, он знает, что решетка — это комментарий, поэтому, когда мы нажимаем Enter, он нам радостно подставляет этот комментарий, раз уж у нас идет комментарий. Вот. Для того, чтобы выйти из режима вставки, надо нажать Escape. Вообще, если там вам что-то не нравится в редакторе Vim, нажимаете побольше Escape и выйдете в командный режим, и дальше, как это, доводим в состояние до открытого перелома, а дальше уже можно известно, как лечить. Значит. Режим замены в Vim тоже есть, он называется R. Но используется он крайне редко. Сейчас покажу, почему. И это второй принцип. Первый принцип. А, да, я забыл показать третий режим. Третий режим — это режим командной строки, мы его уже знаем. Если та команда, которую вы даете, достаточно сложная, и вы не можете ее запомнить, ну, скажем, для того, чтобы нажать W, нам совершенно необязательно видеть этот W. Для того, чтобы нажать 5W, нам тоже совершенно необязательно видеть этот 5W, хотя тут пятерочка нам рисуется. А вот для того, чтобы выполнить какую-то хитрую команду, ну, например, записать файл в другой файл с новым именем, было бы неплохо видеть командную строку, например, в write, и там точка P. Просто нажать двоеточие. И тут сказать help, например. Вот, пожалуйста. О. Самая важная команда командной строки в Vime. Знаете, какая? Как из нее выйти? Дветочка Q в восклицательный знак. Да, вот. Как там назвали? NewFile.py. Вот. Значит, довольно важный принцип вообще всех команд в Vime это их аббревиативность. Вы можете про себя проговаривать те действия, которые вы делаете. Вот, ну, вы, скажем, перемещение на слово, а скажем, если вы хотите, да, где там был наш примерчик с комментариками, вот он, да. Если вы хотите, например, заменить два слова на что-нибудь другое, вот эти первые два, да, то у вас есть в обычном редакторе ну, какая опция? Выделить мышкой и начать набирать. Что при этом произойдет? То, что выделено, исчезнет, да, и вы начнете набирать. А если мышки нет, или до мышки лезть неохота, тогда, в общем, неудобно. Тогда вы должны часть, как бы, произвести в режиме замены, а часть в режиме этого, вставки. Вот. Но, и это второй принцип работы команды редактора, команды редактора Vim. В редакторе Vim есть команды, собственно, команды редактирования, которые привязаны к командам перемещения. То есть, если мы хотим удалить слово, мы так и говорим, D, delete, W, удалить слово. Если мы хотим удалить три слова, мы так и пишем, D, 3, W. Если мы хотим заменить три слова на что-нибудь еще, мы пишем C, change, 3, W, U, undo, а Ctrl V, redo. Вот. Видите, доллар в конце, он нам обозначает то место, где закончились наши три слова. Теперь мы можем сюда вводить что угодно, и видите, что получается. Пока мы вводим, пока мы вводим до доллара, это получается режим замены, как только мы, значит, вводим после доллара, получается режим вставки. Да, еще раз. C, 3, W. А, это было 2, W. Ну, значит, 2, W. Вспоминаем, что команд перемещения в Vime как-то бесконечно много. Ну, например, смотрите, если очень хочется, берем здесь вот, например, и говорим C процентики. Процентики это до следующей закрывающей скобочки. Значит, мы берем и заменяем все, что начинается на этой скобочке и заканчивается вот там, на что-нибудь. Просто на ближайшие, а на соответствующие. На соответствующие, конечно, не на ближайшие скобочки. Это важно. Вот. Да, конечно, спасибо. Вот. То есть, если текст структурирован, то перемещение по нему с помощью команд перемещения довольно удобная штука. И к этим командам перемещения у нас привязывается и команда удаления, и команда замены, вот как change, и команда, например, запоминания в буфер. Мы можем взять и запомнить, ну, не знаю, скажем, вот так вот, скажем, Y запомнить и фигурная скобка вперед. Видите, там внизу написано скопировано три строки. У нас в буфер запомнилось что? Что-то, на что бы мы переместились, если бы сделали вот так. Ну, теперь сказать только P большое, вот вам, пожалуйста, Pist. Y, Young. Опять же, вспоминаем принцип аббревиативности. Буква P, Pist. Запомнить, вспомнить. Вот. Я понимаю, что таким образом, рассказывая про Vim, я, наверное, не создал впечатление, что эта штука удобная в том смысле, что вы прямо сейчас начнете ею пользоваться. Вот. Но обратите внимание на то, как коротко формируются, формулируются команды по обработке текста, да, и как легко доступны они прямо с клавиатуры. То есть вы фактически не выходите из-за вот этого контекста, постоянно работаете с этим. Вот я поискал слово delete, нашел его. Ну, возможно, и всякие более хитрые вещи. Вот сейчас посмотрим, что у меня получится. А, ну, тут все неправильно. Давайте вот так сделаем. поскольку Vim — это программистский редактор, можно было сделать вот так, да? В общем, много всякого есть. Сейчас я вспомню, что еще надо рассказать про Vim прежде. А, ну, да. Значит, гнездовые команды, да? Они называются гнездовыми, потому что у вас есть команда редактирования, и к ней приклеивается команда перемещения. Получается такое гнездо. Вот. Это гнездо иногда бывает даже довольно хитрое. Значит, весь смысл осваивать вот эти команды вместо того, чтобы редактировать все руками, ровно в том, чтобы не редактировать все руками, чтобы вместо, собственно, вбития текста и замены одного текста на другой у вас происходило нечто вроде микропрограммирования такого. В частности, вот где-то у нас была команда search, да? А, вот она вот такая была. Во. Да? Вот это вот такая микропрограмма, которая говорит проценты по всему тексту search, поискать шаблон editor-args, заменить его на editor-args большой буквы global, то есть все вхождения и c-confirm, спрашивать у пользователя надо это делать в линии. Такое дело. Вот. На самом деле, да, даже то, что я рассказал, это какая-то ничтожно малая часть того, что умеет редактор редактор ВИМ. Он очень сильно настраиваемый, он очень сильно настраиваемый на разные языки программирования. Он, ну, там огромный прорубь всего есть, про которую, как бы, рассказывать времени нет. В принципе, вот удобные и часто использованные штуки в редакторе ВИМ, наверное, укладываются примерно в две пары разговоров. Ну, в то, чем я пользуюсь каждый день. Потому что там действительно реально много всего интересного. И реально много того, что можно, что можно использовать вот в посевненции. Единственная и главная просьба. Она относится не только к редактору ВИМ, она относится вообще к любому инструменту. Если вы решили осваивать какой-то инструмент, ни в коем случае не делайте просто. Будьте готовы к тому, что три четверти времени, работая в редакторе ВИМ, когда вы его еще не знаете, вы не редактируете текст, а осваиваете эффективный способ использования редактора ВИМ. То есть, вместо того, чтобы делать вот так вот, да, вы уж как минимум делаете вот так вот. А еще лучше делайте вот так вот. Потому что вы на самом деле вспоминаете, что вы-то хотели перейти к функции МЭЙН, и она там одна. Ну, две, значит, две. Все. Вот их тут три вхождения, да, вместо того, чтобы делать вот так. Да, вместо того, чтобы делать вот так вот, где там у нас, вот так вот. А, черт, промахнулся. Кстати, удалить один символ можно в редакторе ВИМ, это клавиша X, ну, как бы похейрить, да, X большое в одну сторону, X маленькая в другую. Бэкспейс делит тоже, нет, бэкспейс не работает, бэкспейс работает как стрелка, а вот делит работает. Но, в принципе, X тоже вполне, вполне себе. Вот. Так вот, вместо того, чтобы делать вот так вот, сначала подумайте, что вы хотите изменить, а потом изменить то, что вы хотите изменить. Скажем, я хочу изменить все до точки с запятой. Я говорю change, дальше еще одна команда перемещения, о которой я не говорил, t, target, и дальше точка с запятой. Опа! Заменить все до точки с запятой. Пожалуйста. Что еще такого рассказать? Прямо предактору ВИМ, чтобы было еще более удивительно. видимо, все остальные штуки, которые там есть, они, ну, чуть более потом у нас возникнут. Значит, еще раз, три режима. Командный, вставки, командные строки. Да, кстати, именно поэтому режим замены почти не используется. Непосредственно режим замены, который R большое включает. Потому что он неэффективный. Вы неизвестно что, изменить заменили, неизвестно что. Так в редакторе ВИМ не делается, это неудобно. Я вот когда так делаю, чувствую какую-то, какой-то, чесотку такую, что вот, что я делаю, заменяю неизвестно что. Надо же указать диапазон. Вот. Как этому всему учиться? Во-первых, есть прямо, прямо в составе дистрибутивов и прямо вместе с редактором ВИМ приезжает программа, которая называется ВИМ-Тьютор. О, у меня не приехала. Значит, не поставил я ее. Сейчас. Да что ж такое. Сейчас поставим. ВИМ-Тьютор, да. Ну что, он есть? Нет, нет, нет. Вот. Ну, поскольку это Linux, это нам ничего не стоит. Ну, кроме скорости передачи по Wi-Fi, конечно, здешнего. 14 килобайтов в секунду. Причем, обратите внимание, отсюда же, с факультета. 7 байтов в секунду. Кто больше? 6 байтов в секунду. Ну, ладно, пока она скачивается, пускай скачивается. вот, значит, итак, в учебнике есть немножко про... Ну, конечно. Здравствуйте, интернеты. Всю полосу вывел. Все 14 килобайтов. А тут интернет, кстати, есть какие-нибудь отдельные, живущие? Боюсь, что нет. Ну, ладно, вот. Да, значит, есть очень простой, простой текст в учебнике, совсем простой. Есть более сложный текст, I buy to win. Вот. Что, не попал? Неправильная ссылка. Вот это правильная ссылка. Вот. Значит, лично Брэм Мулинар ее рекомендовал. Есть VimTutor, сейчас я его запущу, поскольку он у нас поставился. И там прям уроки. Смотрите. Читаем, 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 и дочитаем вот досюда. Даже тем, кто знает, как работать в Vim, рекомендую потратить немножко времени и это почитать. Это очень веселый текст. Ну вот. Ну и так дальше. Значит, но главный принцип, я уже говорил, главный принцип состоит в том, что вы, используя новый инструмент, тот же самый Vim, не пытаетесь как можно быстрее с помощью него что-то сделать, а попытаетесь это сделать как можно эффективнее. То есть сначала изучаете, смотрите как, планируете, как вы это будете делать и только потом делаете. Быстро у вас будет получаться, когда это войдет в привычку. Это относится вообще к любому инструменту, потому что форматирование пробелами это известно что. Это вот ровно. Одним из главных свойств в Vim, которым, наверное, я буду сейчас прямо пользоваться, является то, что поиск и замена, которые в нем используются, это не просто текстовые шаблоны, а регулярные выражения. Регулярные выражения это, собственно, такой способ задания регулярной грамматики, она же автоматная, который очень-очень-очень много где используется в программировании. Мне очень жаль, что я не могу потратить на регулярные выражения так минимум лекции, потому что эта тема интересная и благодатная. Но уже не могу. Поэтому я расскажу какие-то основы, покажу примеры, и всем, кому интересно, будьте добры, ходите по ссылке, читайте Фридло, читайте учебники, там все будет сказано более подробно и в менее плотном виде, о чем то, что сейчас я расскажу. Если коротко, что такое регулярное выражение? Регулярное выражение это механизм сопоставления текста-шаблона. Вы задаете шаблон, и дальше ваш движок говорит, содержится ли этот шаблон в данном тексте или не содержится. Можно пойти дальше, сказать, найти кусок текста, который сопоставим с данным шаблоном и заменить его на какой-то другой кусок текста. Вот вам, пожалуйста, обе операции поиска и поиск их замен и, собственно, так или иначе, ревизион. Если кто-то из вас пользовался какими-то шаблонами, которые не являются регулярным выражением, я давно уже такого не видел, но, кажется, бывает, то, но зато, если кто-то из вас, у кого-то из вас был курс, как он сейчас называется, построение компиляторов, там, где изучаются классификация по-хомскому? Факам языки и грамматики, да, 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 да. Вот там есть классификация по-хомскому и там есть, собственно, метод задания автоматных языков, автоматная грамматика, который очень похож на то, о чем мы сейчас поговорим. Он, по-моему, даже тоже называется регулярное выражение. Да, кстати, мне почему-то в голове засело слово автоматное, но он почти наверняка называется регулярное выражение. Как еще? Так, сейчас что-нибудь такое придумаем. Да ладно, давайте все тот же файл. Все тот же файл. Атомарное регулярное выражение это просто какая-то, какая-то, какая-то буква или последность букв. Так, не найдено. Так, так найдено. Ну, return. Давайте. Вот. Так, чтобы было понятно, я перепишу эту команду вот так вот. Нет. А как же она? Холысы. Я забыл, что такое холысы. Я всегда пользовался как холысы, а как... Во, холы-серч она называется. Вот. Хайлайт-серч, чтобы все шаблоны, которые мы ищем, у нас выделялись в тексте. Очень удобно. Я всегда это выключаю, мне очень бесит. Ну, вообще очень удобно. Вот. Значит, ну, потому что он меняет структуру текста, да? Ну, иногда бывает нужно. Так вот, значит, атомарное регулярное выражение это буква или последность букв. Сел, да. Сел. Сел хорошая штука. Вон их тут много. Вот. Вот. Вы можете также задать в качестве атомарного легулярного выражения некоторый диапазон. Ну, да, понятно. Сейчас попробуем поменьше сделать. Понятно, что любая буква является... А, допустим, С. О. А, Б и С. Да? Е. Вот наш коричневым сейчас выделены, ну, вернее, не только коричневым, но и желтым, в зависимости от того, яркий цвет или темный. У нас выделены все кусочки, которые соответствуют регулярному выражению скобка АЕ. Ну, кстати, можно сделать обратный диапазон, да? Все, что не является от А до, не знаю, так, W. Вот. Вот сейчас коричневым выделено все, что не является, не входит в диапазон от А до W. То есть буквы X, Y, Z и всякие символы, которые вот туда не входят. Точка соответствует вообще любому символу. Кажется, все. Из атомарных и регулярных выражений все. Прежде чем ну какое-нибудь вот такое может быть в Виме есть. Видите коричневый пробел? Backslash это space. Но это нестандартно, это Вимовское регулярное выражение. Ну, наверное, из вы можете комбинировать регулярное выражение с точкой привязки. Например, сказать, что ищется символ S, но только в конце строки. Доллар означает конец строки. Вот видите, находятся не все буквы S, а только конец строки, лежащие в конце строки. Ну и обратно. Вы можете сказать, что ищется решетка, но только в начале строки. Вот они только в начале строки решетки показывают. Все остальные не показывают. Значит, доллар – конец строки, крышечка – начало строки. Но главная фишка регулярного выражения, конечно, в том, что есть повторители. Вы можете, например, искать регулярное выражение, которое повторено ноль или больше раз. Правда, такой будет везде. Давайте что-нибудь… Ну, давай, s звездочка. Ага, ноль или больше раз, в том-то и сделаю. А плюс – это не стандарт. Сейчас я что-нибудь придумаю. А, ну, давайте вот так вот. Вот, смотрите, вот это регулярное выражение – es звездочка – соответствует подстроке, которая состоит ровно из одной буквы e и из произвольного количества букв s, в том числе нулевого. Видите, да? Вон там, где есть es, например, вот здесь, e и две буквы s, где есть es, ну, es. Где нет, там просто e. Это регулярное выражение составное. Вот. Оно состоит из двух. Из этого и вот этого. Но если бы мы искали просто s звездочка, то что бы мы получили? Все что угодно. Все что угодно, потому что пустая строка тоже соответствует такому шаблону. Вот. В некоторых диалектах регулярных выражений есть еще плюс. Бэкслэш плюс. Да, вот. И вот тогда мы действительно получаем повторное один или больше раз нечто. Да, вот. s, 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 там, ну, какой-нибудь такой. Можно просто s, s звездочка. Например, можно просто s, s звездочка. Совершенно справедливо. Вы вольны делать и так, и ся. Все так. Но иногда бывает удобнее писать вот такой повторитель, потому что повторитель звездочка иногда опасно. Вот. У нас побольше времени, мы про это поговорим. Ну, а если уж говорить про расширенный повторитель, бывает еще бэкслэш-вопросительный знак. Это значит ноль или один раз. Вот давайте поищем вот так вот. Будет хорошо видно. Видите, вот такая запись означает, что e, за которым следует ноль или одна буква s. Соответственно, es матчится таким шаблоном, а ess не матчится. Ну, в смысле матчится только ess. Видите? Вот. Повторитель. Если теперь к этому приделать операцию группирования, чтобы повторитель мог относиться к составному регулярному выражению, а не катамарному, мы, собственно, получаем язык описания автоматных грамматик. Смотрите. Сейчас давайте что-нибудь такое странное найдем. Точка e в скобочках. Да, мы сейчас сделаем. Что-что? Да, щас, 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 щас. Ще-нибудь вот такое. Вот, девида, отлично матчится. А вот смотрите, мы заматчили что? Вот. Причем, обратите внимание, вот тут их много таких матчей. Это первый, это второй. Видите, да? Вот я сейчас раскрашу, будет видно, что между ними пробелечки. Это четыре таких матча. А вот давайте теперь к нему прибавим повторитель. здесь открывающая скобочка, здесь произвольное количество пробелов, и здесь закрывающая скобочка. Давайте, где-то было много параметров. Ой, нет, что я сделал не так? А, вот здесь вот, 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 например. Вот теперь у нас, вот оно, наше регулярное выражение. Теперь у нас вот целая вот такая подстрока матчит это регулярное выражение. Уже слегка тяжело читать, да? Значит, скобка круглая, то бишь, группа. Дальше один или больше символ из диапазона АЗ. Дальше запятая. Дальше ноль или больше пробелов. И дальше группа закрывается. Вот эту группу матчит это регулярное выражение. Сейчас, там что еще было? Звездочка там, да, плюс там был, да? А, после этого можно еще добавить плюс. Да, вот. Мы, правда, на картинке этого не увидим. Да, ну, вот, тем не менее. Ну, только что это было 4, а теперь стало одно. Да, а теперь стало одно. Вот, вот такое. Обратите внимание, что вот здесь вот, вот это матчится. Вот это и вот это, потому что у нас подчеркиваний нету. Если я сейчас добавлю в этот список еще и подчеркивания, то у нас вот такое регулярное выражение замочится. Вот. Всю вот эту штуку. Вот. Составной, то есть повторитель может применяться к группе. А, собственно, все. Потому что, если вы более-менее осведомлены, в каком контексте находится ваше слово, которое вы хотите поменять или хотите найти, то этого вполне достаточно. Ну, не знаю. Дир равно. Вот. Да, там. Не точка, звездочка. Что это значит? Мы ищем строку «dir равно», за которым следуют любые символы, кроме точки, повторенные не менее чем 0 раз. Вот. Вот. Мачет. А вот эта точка. Вот. Мачет. До конца строки. Конец строки является концом строки. То есть по умолчанию шаблон, движок регулярного выражения сопоставляет с… ищет по строку в строке. Вот. Помимо редактора Vim, кто еще может такой штукой пользоваться? Ну, например, вот этим я занимался буквально сегодня, и поэтому хочу просто показать… У меня сейчас кэши горячие, мне проще будет приводить пример. Вот. Вот у нас есть… Нет. А… Вот здесь это лежит. Вот у нас есть какие-то файлы. Файлы на XML написаны. Вот эти вот MLT-файлы, они написаны на самом деле на XML. Выглядят они следующим образом. Довольно развесисто. Давайте чуть более развесисто. Вот. Это описание некого видеопроекта, вот, в котором есть одна дорожка, вот она, у которой общая длина вот такая. И в каком-то месте включается описание ее… Она обрезается. У нее обрезается начало, обрезается конец. Ну, фактически это скринкаст, вот типа нашего, у которого обрезается запуск скринкаста и выключение скринкаста. Они не нужны в видео. Вот. Вот. Выглядит это все как in равняется что-то. Давайте поищем. Но не 0. Вот оно, это место. Вот такое место в данном файле вообще одно. Во всех остальных местах написано in равняется 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Вот. Наша задача из этих файлов, из всех, вынуть начало и конец нашего клипа, который мы обрезаем. Не полностью начало и конец, а вот эту обрезку. Видите, здесь начинается с третьей секунды, заканчивается 3.13. Вот. А на самом деле оно, ну, больше. Вот. 3.16 на самом деле. Видите? Ну, давайте для начала, для начала просто поищем вот эту во всех файлах. Для этого нам понадобится как раз утилита grep, которая, как ни трудно догадаться, ищет не просто строки, а регулярное выражение. В данном случае никакого регулярного выражения не требуется, да, это всего лишь строка. Вот. Что мы видим? Мы видим, что у нас есть два вида вот этих in равно 0. Где? 3. Вот такой. Entry. Tractor. Вот. И продюсер. Какой нас интересует из них? Нас интересует продюсер, в котором в конце не нули. Вот он. Делаем предположение, что вот если мы напишем вот так вот, то мы получим только то, что нам нужно. Ну, давайте вот так вот. Нет? Как он называется? Клин. Вот так он называется. О! Ну-ка. Похоже, что да. Вот наш grep поискал во всех файлах, и во всех из них там стоит не 0. Ну, давайте ради интереса посмотрим, а может быть там есть где-нибудь 0? Греб. Сколько? 0, 0, 0, 0, 0, да? Нету. То есть во всех этих временных марках в секундах стоит не 0. Очень хорошо. Значит, что еще раз здесь произошло, да, чтобы было понятно. Я всего лишь поискал вот это регулярное выражение. Оно, кстати, не регулярное выражение ни разу. Во всех файлах, которые начинаются на CL и заканчиваются на MLT. Там еще какой-то мусор лежит, я его проигнорировал. Вот. И получил вот такие вот значения. При этом, обратите внимание, это важно. Я сделал предположение относительно того, какой там контекст. Если бы я захотел из произвольного XML вынуть произвольный timestamp, который заканчивается не на три нуля, я бы написал намного более сложное регулярное выражение. Возможно, даже регулярное выражение я бы не смог написать. Потому что, если вы помните, регулярные грамматики – это самый узкий класс из классификации Пахомского. Вот. Но я знал про контекст, и оказалось, что вот этот продюсер-продюсер вполне достаточно. На всякий случай я проверил, не содержится ли там timestamp с тремя нулями. Нет, не содержится. Вот вам реальное применение регулярного выражения. В принципе, я мог бы поставить что-нибудь другое. Например, написать вот так вот. Давайте посмотрим, кстати, что это. Мы же могли, допустим, просто найти, где in и удалить все те, где нули. Например, так, да. Кстати, тоже можно сделать как вариант. Сейчас давайте мы посмотрим, прав ли я. Нет, не прав. А, потому что там title. А там что было? А там in. А если так сделать? Тоже нет. Ну, в общем, видимо, вот это был правильный контекст. Вот в этом контексте все было хорошо. Нет, не в этом. Вот в этом. Во. Что вы предлагали? Поискать in, а потом выгребить все нули, которые нули, да? Хороший вариант. То есть мы говорим просто timestamp. Мы знаем, что timestamp начинается на in. Равно. А дальше говорим grep минус v. Вот это самое ноль. Минус v означает строки, которые не содержат эту вещь. Нет, тут гораздо больше всего. Видимо, нам придется вот здесь вот написать. Да. Вот такое написать. Нет. Вы рискали ppm, которые CL и MLT, а здесь вы… Ну, давайте здесь сделаем CL, звездочка, MLT. Вы правы. О, вот это похоже на правду. Причем обратите внимание, вот это регулярное выражение. У нас там просто были in другой формы, там без двоеточий, и они нас не удовлетворяли. Поэтому что это означает? Два произвольных символа, двоеточие, два произвольных символа, двоеточие, два произвольных символа. И вот среди таких выбрали, потом проверили, ну, вроде бы нету, да? А нет, есть. А, нет, все правильно, все нормально. Ну вот. Такой же эффект, но с помощью двух регулярных, двух grep, один ищет шаблон достаточно общего плана, а другой выбрасывает оттуда те шаблоны, которые нам не нужны. Мы к этому еще вернемся. Вот вам, пожалуйста, пример использования этого в реальной жизни. Более того, этот пример как бы, ну, я его использовал, сейчас потом покажу. Давайте пока отступим от этой штуки и сделаем какой-нибудь искусственный пример, который я назвал хитрым переименованием файлов. Ну, сейчас создадим какой-нибудь каталог волшебный и в нем насоздаем файлов. Лень, да. Такой немножко… Еще данный. Еще данный. Еще данный, да. Такой немножко программировал… Программирование на шейле. О! Б… Какие файлы? И нам их внезапно хочется как-нибудь волшебно переименовать. Прям вот совсем волшебно. То есть не просто там вот, а вот взять и поменять, например, первую цифру со второй. Кстати, самая такая боевая задачка в таких файлах прикрутить нолик там, где… Там, где его… Там, где его… Да, да, да. Чтобы оно нормально сотрянулось. Да, значит… Ну, давайте вот так сделаем. Вот у нас есть файл, да? Значит, давайте попробуем вручную это сделать. Ну, нет, вручную не в смысле вручную. А в смысле с помощью редактора Vim полуавтоматически это сделать. Вот Иван предложил прикрутить просто нолик к именам. Окей. Что мы должны сделать? Мы должны заменить строчку, в которой… После-тире один символ. После-тире один символ. До-тире один символ. После-тире один символ. Ну, значит, видимо, две команды придется. Заменить… После-тире один символ. Да. Так, во-первых… Во-первых, давайте мы удалим отсюда все те, которые переименовать не нужно. он там, правда, только один, 10, 10, да? Вот его удалим, он не нужен. Ну и лист тоже удалим. Во-вторых, давайте сделаем так, по всем файлам search, что? f, запомним этот символ, дальше минус, запомним все остальное, точка звездочка, переделаем во что? В команду move, чего? Всю строчку, так что ли? Да. Здесь f бэкслэш 1, 0 бэкслэш 1, минус бэкслэш 2. А вторые не поменяли еще, да. По всем строчкам ищем вот такой шаблон, он означает буквально следующее, буква f, 1, 1 символ, минус, все остальное. Заменить этот шаблон на следующую mv, это команда перемещения, вся строка, весь замаченный вот этот шаблон, дальше f, дальше 0, который мы, собственно, вставляем, ну и дальше первый карман, второй карман. Вот эти две группы, мы на них можем сослаться в командах поиска с заменой, как на первую и на вторую группу. Вот. Что нам не хватило? Нам еще вот здесь вот не хватило в конце второго нолика. Ну, давайте его добавим, что? Ой, а что-то здесь? А, ну да, понятно. Потому что он не замайкинулся. Нам придется три раза это взялось. Ну ладно. Значит, теперь давайте мы вот что сделаем. Мы здесь вот напишем вот так вот, точка, точка дат. А здесь напишем вот так вот. Только вот так вот, да? О! 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 По-моему, все. Нет? Что я сделал неправильно? А, доллар надо в конце было поставить. О! Собственно, я решил проблему со вторым знаком. Единственное, что у нас еще остались вот здесь вот. На самом деле да, потому что они были вот такие. Вот. Короче говоря, ну давайте мы это для простоты удалим. Хотя, конечно, это неинтересно. Надо… А, слушайте, я знаю, что делать. Чук сейчас знаешь, что надо делать. А здесь мы сделаем так. От первой строчки до девятой. Search. Вот это самое f. Дальше… Дальше что угодно. Я сказал, что угодно. Минус. Дальше вот эта вот одна цифра. А, даже не так. Дальше вообще что угодно. На… На… МВ… М… Один… Ноль… Сейчас. Минус там. Минус ноль… Два. Вот. Все. Все. Только фы забыл. Фы. Фы нет, забыл. Вот. Вот. Вот вам полуавтоматический режим. Значит, девяносто девять файлов были обработаны с помощью трех команд. Ну, дальше мы говорим… О, говорим… Ши лист. Упс. Ну, там второе изменение отменили. Прямо. Почему? А вот… А можем? Мы же можем общаться. Нет, не можем. Не можем? М-м-м. М-м-м. Ой, а почему я действительно… Второе изменение отменили? Ну, можно его сделать снова. Мисклик. Мисклик какой-то. Да, извините. Ну, теперь надо… Теперь надо все заново делать. М-м-м. Потому что регулярное выражение, да? Чем сложнее… Тем проще контекст, тем проще регулярное выражение. Чем сложнее, тем… Как только у вас получается какая-то зависимость от контекста, регулярное выражение не подходит. Но это бывает очень редко. И, как правило, вот в real life… Давайте мы… Давайте мы еще раз, чтобы мне не позориться… Сделаем вот так вот. Сделаем вот так вот. Вот этот уберем. И давайте еще раз проделаем все эти операции, чтобы, значит, вот… Да? Что мы сделали? Мы сделали вот это. Да? Мы сделали вот это. Да? И мы сделали подстановку в конец. Вот это. Все должно работать. О! Другое дело. Чистое и сухое. Там какой-то мисклик был, действительно. Три команды. Вот. Ну, давайте просто еще раз покажу, потому что… Ну, на самом деле, вот понимаете как? С регулярным выражением такая штука. Их писать при соответствующей сноровке удобно и быстро, а читать тяжело. Вот. Особенно, когда там многое… Бэкслыш в скобочек. Да, 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 да. Вообще есть расширенные регулярные выражения, в которых это намного меньше. Да. Это намного приятнее. Значит, давайте еще один маленький примерчик и будем заходить на финал. Совершенно не обязательно делать с помощью редактора ВИМ, да? Редактор ВИМ – это полуавтоматическая обработка. Давайте мы вернемся вот, по-моему, вот сюда вот, да? Вот они. Давайте мы получим список вот этих in-out. Чтобы получить список этих in-out, нужно каким-то образом не только погребть их, да, но еще и выковырять вот эту вот штуку. Вот эту вот. Для этого можно воспользоваться редактором ВИМ автоматически или потоковым текстовым редактором, который называется sed, streameditor, про который я все рассказывать не буду, времени нет. Расскажу только одну команду из него. Это команда поиска с заменой, ровно такая, как в ВИМе. Да? Мы можем сделать так. Мы можем сделать так. Мы можем сделать, что у нас там? sed. А, ну сначала надо все эти файлы сложить в один. Один большой. 2000 строк. Дальше. sed. Что у нас там было? Греб. Нет-нет, другой греб. А, вот этот, да? Минус n, чтобы он ничего не печатал, потому что по умолчанию, если мы сделаем вот так вот, например, то он просто напечатает все, что было. Если мы скажем минус n, то он не напечатает ничего. Но здесь мы говорим, мы скажем так. Значит, мы вот, да, поищем вот эту штуку во всех строчках, которые содержат вот эту фигню. Или даже можно сразу написать. Нет, сначала поискать, а потом… А, не обязательно. По статьям. Давайте посмотрим, как он выглядит. Так, давайте посмотрим. Значит, нам что нужно? Нам нужно вот in-out выковырять. Да? In-out. Значит, мы говорим search-slash точка-звездочка producer-producer in равно точка-звездочка и заканчиваемся вот каким-нибудь кавычком. а все остальное мы… А, слэш пускай… А, слэш пускай… О, дальше точка-звездочка. Во, всю эту фигню. Так, слэш один. И напечатать, иначе… В-принт. Упс. Вот. И здесь, собственно, мы упираемся в последний принцип работы регулярных выражений. Это принцип самый левый, самый длинный. Смотрите, какая кавычка была выбрана для вот этого, для вот этого матчинга. Не последняя, но такая, которая бы позволяла вот эту подстановку целиком сделать самый длинный, причем начинающий с самого левого. То есть, поскольку вот это вполне возможно подставить вот сюда, вот отсюда, вот досюда, а оставшийся хвостик пойдет под точку-звездочка, то именно эта подстрочка и матчится. В обычных регулярных выражениях повторители так называемые жадные. То есть, они пытаются захватить как можно больше строки, и только если составное регулярное выражение в результате не матчится, они начинают по символу отдавать. Вот. Если был нежадный повторитель, но их нет в обычных регулярных выражениях, то мы могли, например, дойти до этой кавычки и там закрыть. До самой первой. До самой первой, да. Вот. Жадные повторители – это хорошо. Дальше с этим можно что-то делать. Давайте я прям покажу, что я с этим делаю. Вот программа на шеле, которая занимается обработкой этих генераторов. Вот это место. Которое, собственно, берет из соответствующего файла, вынимает эти строчки и запоминает их в переменную in-out. А потом вот переменная in-out где-то подставляется. Здесь подставляется, но сейчас нигде не подставляется, но в предыдущем варианте этого кода подставляется. То есть, смотрите, вот это действие является частью программы на языке программирования Shell, которая, собственно, что-то делает. Которая фактически занимается тем, что каким-то образом жует текстовое представление данных и из них что-то конструирует. Там имена файлов, параметры запуска других программ, еще чего-то. Дайте я посмотрю. А, да. Значит, ну что, если вам недостаточно полуавтоматического режима работы с Vim или редактора Head, который, в принципе, умеет не только делать поиск замены, у него там есть некоторый язык обработки, то вы можете воспользоваться каким-нибудь промежуточным языком программирования, предназначенным специально для обработки текста. Например, VK. Вот. Тут я уже, у нас времени совсем нету, но я прямо схожу вот по ссылочке. Вот. Где-нибудь тут должны быть примерчики, да? Ммм, плохой пример. А, ну вот. Значит, что такое VK? VK, кстати, как Perl, и Perl также устроен. Это такой язык программирования, который предназначен для обработки, собственно, строк. То есть вы пишете паттерн, который строка матчится, и программу, на языке похожем немножко на C, который обрабатывает ровно эту строку. Вот. Потом снова паттерн, снова строку. Вот давайте я все-таки попробую что-нибудь придумать. Ну, например, вот здесь вот все тот же AVK. AVK. Сейчас, секунду. AVK. AVK. Да, значит, вот у нас будет вот такая фигня. И это будет, собственно, шаблон строки, к которой будет применяться наш… Дальше мы будем, ну, что-нибудь, не знаю там. Что там? Ну, не знаю. Какая она там, кстати? Раз, два, три. Двор, три. Угу. Что я сделал не так? Я сделал не так вот это. Вот. Вот. То есть я поискал все строки, в которых есть вот такой шаблон и применил к ним вот эту операцию. Там можно было написать что-нибудь такое хитрое. Там циклик какой-нибудь, условный операторик какой-нибудь проверить. Вот. Доллар три в данном случае означает третье слово в этой строчке. Это было первое слово, это было второе слово, а это было третье. Ну, можно было из этого третьего слова что-нибудь, что-нибудь такое выковырять, да? Ну, в общем, дальше понятно. Вот. В отличие от языка программирования set, AVK – это действительно такой C-подобный язык. То есть там прям можно, можно отписать прям целые программки. Вот. Если вам мало AVK, то вам именно надо переписать на обычном языке программирования. Потому что во всех нормальных языках программирования есть движок обработки регулярных выражений. Python, Perl, C, C++, Java во всех PHP. Вот. Ну, то есть даже не в нормальных. У нас остается, вообще не остается времени. Я только скажу тогда вот что. Значит, первое, я уже это говорил, что регулярные выражения – это не алгоритмически далеко не полная штука. Поэтому большая часть задач, которые вы решаете, они решаются именно вами, именно на скорую руку, именно здесь и сейчас. И вы примерно представляете себе контекст, по которому вы ищете. Универсальное регулярное выражение – штука очень жестокая. В книжке Фридла «Mastering Regular Expression» в первом ее издании было универсальное регулярное выражение, которое матчат всего лишь почтовый адрес. На 16, что ли, страницах. Потом он ее почему-то выкинул. Вот. А это было впечатляюще. Да, на 16 страницах. Второе. К сожалению, в разных утилитах их много, много кто использует регулярные выражения. Синтекс из регулярных выражений немножко различается. Например, в Vime можно еще, в Vime можно еще использовать не только ограничители, которые представляют ваш матчинг к концу строки, но, например, к концу слова. Вот смотрите. Ща. Ой. Это блин. Ну, хотя бы вот. Вот. Помните, я нажимал звездочку? Видите, что на самом деле выполняет команда звездочка? Она ищет слово print, но не просто слово print, а с вот такими ограничителями, которые в Vime означают начало слова и конец слова. Соответственно, если там будет написано что-то типа принтер, то не найдет. Вот. А если там будет написано… Кто найдет? Вот. В других языках программирования, в частности в Perle, Python и еще кое-где, есть так называемые… Как это? Не знаю, как они называются. Общий класс называется Perle регулярное выражение. Они вообще не являются регулярным выражением в том смысле, что они вас выводят за рамки регулярных грамматик. И это на самом деле опасно, потому что с помощью, в первую очередь, нежадных повторителей их комбинирования, вы можете сделать регулярное выражение, которое вычисляется, которое матчится в бесконечное время у вас. Ну, как бы про это разговаривать уже времени нету. В общем, такие дела. Значит, мораль. Если ваша задача просто отредактировать файл, у вас есть текстовые редакторы любого вида. Если ваша задача менять текстовые файлы, постоянно их модифицировать, то полуавтоматический режим Vim вам в руки, автоматический режим используйте какие-то потоковые текстовые редакторы, коих, опять-таки, в Linux довольно много. По всей видимости, я все это так или иначе буду немножко использовать дальше в примерах, поэтому всем рекомендую про регулярные выражения и про Vim почитать. Вот. А кому интересно, еще и попробовать. Все, мне кажется, я на сегодня. Все. Если есть вопросы, задавайте. Вопросов нет. Ну, в общем, да. Я боялся, что их не будет. В общем, вот. Все. Тогда спасибо.